Мы продолжаем выпуск. Жители поселка Амдерма уже готовы выстроиться в очередь к спортзалу, с возведением которого никак не могут справиться строители. Каркас сооружения уже собран, подрядчик начал обшивать его утепленными панелями. Наша съемочная группа побывала на стройке и выяснила, каковы перспективы стройки и как глобальное потепление мешает амдерминцам заниматься спортом. Местная школа делит здание с амбулаторией. Первый этаж врачам, остальные два школьникам. Физкультура летом на улице, зимой в тесном спортзале, где даже гантели не поднимешь, не задев соседа. Пробежка прямо в коридоре. Правда, когда дети бегут по шаткому полу, в больнице сыпется штукатурка. Физкультурно-здоровительный комплекс строится здесь уже несколько лет. Сваи забивали на глубину в несколько метров, пока они не уперлись в вечную мерзлоту. Однако линза хватило ненадолго, грунт подтаял и фундамент провалился. Не нужно быть экспертом в области архитектуры, чтобы понять. Строить в Амдерме сложно, а на века практически невозможно. Вино всему растепление грунта, из-за которого свайные фундаменты зданий проваливаются туда, где раньше была вечная мерзлота. Стройка остановилась, потребовались дополнительные изыскания. На фундамент уложили груз, неиспользованные стройматериалы и стали ждать. И под нагрузкой достаточно серьезное и длительное время эти сваи находились. В настоящее время, скажем, идет естественная отдача грунта, и они как бы на уровне. Эти сваи держат необходимую нагрузку. Появилась надежда – можно строить дальше. Ожидается, что уже в августе здание ФОК удастся обшить панелями и смонтировать крышу. Следом, интерьер, спортивный инвентарь. А уже спортсменами дело не станет. Однако открытым остается важный вопрос. Если сваи уперлись в вечную мерзлоту, где гарантия, что она не продолжит таять?